Ну что, ребятки, продаем мы свой аквариум, представьте, такое пахальное событие, чуть ли не три дня рыдали, особенно было жалко расставаться с рыбкой, в принципе, все остальное уже такое было на грани исчезновения, потому что вовремя свет не включали, там не кормили, воду не меняли, потихоньку начало чахнуть. И мы с Сережей приняли вообще нелегкое решение начать его продавать, везти его без машины очень проблематично, это, в общем, такси заказывать надо, по кастрюлям все, когда мы переезжали сюда, у нас был аквариум 50 литров, и мы его очень заморочно везли, здесь, представьте, уже почти 120 литров у нас, то есть задача усложняется вдвое. Я как только разместила объявление, начали мне сказать, что мы его продавали за символическую для аквариума морского стоимость за 7 тысяч, и что там, начали сразу люди звонить, вот, потому что сейчас, на самом деле, я как посмотрела, давненько ничего не покупала, стоимость настолько выросла, то есть я покупала вот основа рифа, это камни живые, это куски кораллового рифа, реально, которые транспортируют во влажном состоянии, они составляют, как бы, биологический фильтр основной. Так вот, я покупала за 250 или 350 рублей килограмм, у меня их в аквариуме больше 15 кг, а сейчас, представьте, один килограмм стоит от 1000, 1700, ну, то есть вообще какие-то заоблачные цены, и реально, чтобы укомплектовать банку, надо, короче, выложить стоимость машины практически, поэтому, когда я там за 7 тысяч разместила цену, мне, конечно, все стали звонить, и большинство людей вообще, кто, в принципе, понятия не имеет, как за аквариумом ухаживать... Блин! Слушай, я так перепугалась, мне показалось, что мы наш рефрактометр отдали, но нет, я его просто заказывала, фиг знает откуда рефрактометры и ТДС метр, вот, но сейчас вспомнила, что мы его выложили из тумбы. Это прибор, который меряет соленость, плотность, он очень точный, потому что у нас раньше был поплавок, который, типа, чем сильнее у него шкала, да, чем плотнее соленая вода, тем его сильнее выталкивает, соответственно, меняется уровень воды на этой шкале. В общем, он такой отстойный был, вообще, правду не показывал, не откалиброванный. Теперь классно приехал мужчина, у которого уже действующий 500-литровый аквариум, он, конечно, когда наш увидел кровавыми слезами, да, вот, говорит, что у вас так все запущено? Я говорю, ну, мы уже, как бы, месяц не живем, и вот резко карал, особенно жесткий, там у нас есть кауластерия, в общем, она так совсем подсыхать начала. Конечно, видно, что с такой заботой начал все это собирать, эти камушки, каждый в букашечку, да, Джудли? Привет, моя родная, теперь ты у папули. Хотела вам рассказать о результатах, да, я, как обычно, после душа сейчас еще сушила волосы феном, поэтому у меня такое помидорное лицо, потому что очень своеобразно. Короче, сейчас я вам буду свои физиологические особенности рассказывать. У нас забрали диван, то есть мы его ура, ура, ура успешно продали. Я даже была уверена, что когда приедут, кажется, что там какая-нибудь зайдет дама на каблуках, которая предполагала, что этот диван ей будут нести куда-то. Но нет, приехали два парня, в общем, все отлично вывезли сами. Что я хотела рассказать? Зачем-то это все задевалось, я достала камеру, улеглась, высушила волосы, и у меня в планах была какая-то длинная пламенная речь. А, вот что. В общем, я, знаете, прихожу к выводу, что в том числе, потому что я выгляжу как полная лохушка, меня за лохушку и держит. Я, конечно, периодически еще себя так и веду, в частности, вот, ну, знаете, чересчур просто, наверное, и многие люди реально воспринимают это за слабость. То есть, без лоха и жизнь плоха, очередная буратино, в которой можно там покромсать носик и удачно его использовать в быту. Причем обычно, знаете, когда я начинаю показывать зубы, спокойно давать понять, что я отсюда так просто не сгину. То у них такие глаза, они пытаются продавить свою линию, и, в общем, иногда, конечно, получается. В частности, я сегодня выложила видео про то, как нас кинул прораб. Ну, не кинул, я прям не скажу, что такое-то кидалово, да, глобально, потому что все-таки большую часть работ он выполнил. Но, если считать невыполненное обещание все-таки определенной степенью кидалово, то да, это к нам. И, в общем, я думаю, что это все у него получилось, потому что он сумел втереться в доверие. То есть, благодаря маленьким услугам, знаете, которые, в принципе, если перевезти их на финансовые рельсы, стоят по большому счету копейки. Но он смог именно этим, да, то, что он там нас привез, там, раз, что-то там скидку какую-то нам выбил, показать себя чуть ли не другом семьи. Поэтому вот на этой ноте дружеской мы очень много, как бы, мы всяких разных авансов разноплановых раздали. И, в общем, в итоге он очень успешно этим воспользовался. И, как бы, когда с нас больше ничего не поймить стало, уже оказалось, что мы-то и не друзья. И недавно у меня еще похожая ситуация была, когда я на бизнес-ланче в Просуше сидела, не в том, где бегают тараканы. Что-то я там заказала из бизнес-ланча и одно блюдо из общего меню. И девушка, администратор, мне притащила счет, где все было включено в один счет. Я говорю, у меня же скидочная карта есть. Обычно они подходят, берут карту и идут пробивать. Она просто из другого конца зала уже так кивнула и притащила сразу счет. То есть карту не спрашивала, хотя я держала ее наготове. И когда я сказала, что вот у меня карта, она говорит, а на бизнес-ланч не действует скидка. Я говорю, ну просто у меня тут обед из двух частей состоит. Одна часть из бизнес-ланча, вторая из общего меню. Вот мне обычно скидку считают на то, что из общего меню. Натана говорит, нет, я уже скидку пробить не могу, потому что чек сформирован. И типа все, такая все на меня смотрит, типа, ты что такая непонятливая, тебе сказала, что скидки не будет. Вот. Я говорю, ну как так? У меня есть карточка, и вы не спросили карту. Вот. Сейчас Сережа что ли в труселях будет рассекать? Без трусок. Сбил меня. И, короче, прибор сломался. Я говорю, а вы же не спросили? Она говорит, а я и не спрашиваю обычно. Я говорю, ну как так? Почему? Она говорит, я типа не официант, а администратор. Я говорю, а я при чем? И, в общем, она до последнего глазам своим не верила. Знаете, я такая сижу вся, короче, простушка такая. Пуховичного вида. Многие думают, что я вся такая, знаете, глупая, молоденькая. А я-то на самом деле уже ох-ох. Когда нету дружеских отношений, с человеком гораздо проще свою позицию продавливать. А когда уже, конечно, знаете, вы так, типа, на короткой ноге начинают давить на родственные чувства. Хотя, по сути, тебя, как бы, сейчас конкретно используют, да. И родственники настоящие так не делают. Я совсем забыла сообщить вам хорошую новость. В общем, ну, как вы, я понимаю, нормальным людям вообще по барабану. Но у нас сегодня первый день, когда мы не дубим от холода. И у нас температура в квартире без включенных кондиционеров поднималась даже до 22 градусов. Просто какие-то чудеса. Причем мы это не сразу спалили. Сидели, ели с Сережей. И тут он говорит, слушай, мы, типа, не ледяные. И там руки не трясутся, ногти не синеют. Так что есть надежда, что потихонечку налаживается температурный режим. И, в общем-то, каких-то глобальных косяков в строительстве удалось избежать. Смотрите, что я заказала. Вот такое платьице. Теперь меня терзают, просто разрываются мнения, идет ли мне такой фасон. Очень нравится, что мне идет вот этот цвет. В общем, когда-то мне девчонки-дизайнеры сделали подписчице лукбук. И я по нему поняла, что вот такие нежные пастельные оттеночки, это вообще одно большое мое. Все остальное, а именно вот эта вот талия, немножко, мне кажется, подходит больше девочкам с... Короче, вот здесь, когда все поменьше. И вот здесь вот, в общем, уже вариативно. Оно, ну, какое-то вот бревнообразное. Знаете, я тоже в нем становлюсь девочкой полена. Такая вот буратино-женского рода. То есть оно не подчеркивает талию. У меня своей, как бы, очень выраженной вот окусинкой нету. И мне кажется, я немного такая прям прямоугольная прямая. Но очень мне нравится цвет в целом, женственные формы. Видите, такая юбочка свободно летящая, плессированная. Еще заказала вот такие вот сапожки. Они сделаны под замшу. Но это, как бы, такая ткань, напоминающая отбивку какого-то уютненького домашнего дивана. Конечно же, они очень марки. Честно говоря, я бы с удовольствием и замши бы поносила. Но, во-первых, они и стоят соответствующие. И, честно говоря, пару раз выйти там, попасть под дождь и все. Вот эти, мне кажется, смотрятся очень прикольно. Они закрывают колено. У меня недавно появилось несколько коричневых сумок. И я давно себе хотела именно коричневые сапожки. Но они такие, знаете, не противно коричневые. А уходящие в бежевые. То есть такой вполне себе светлый, нежный цвет. Горюсей. Горюсей. Еще у нас периодически случаются внеплановые холода. И я заметила, что у меня нет ни одного кардигана. Я выбрала вот такой вот вариант. Мне кажется, конечно, с этим платьем не очень, мягко говоря, сочетается. Ну, просто, чтобы 10 раз не снимать одно и то же и не надевать новое. В общем, сверху надела. Видите, он такой, как бы, достаточно, мне кажется, универсальный. Потому что у него геометричная расцветка. То есть никаких вам вот этих вот бабушкиных цветов, которые лично из меня делают. Вот вообще свежий, вздувшийся пончик. Теплая вещичка. Она достаточно хорошо тянется. И единственное, что я бы отметила, это то, что здесь нет никаких пуговиц, ни креплений. То есть нужно дополнительный какой-то поясок. С той же серии вот такой кардиган. Здесь цветовое омбре. Или переход от светлого к темному. Не помню, как еще он называется. Тоже нет никаких креплений впереди. Что-то такое напоминающее практически натуральный материал. И, в принципе, тоже неплохой. Мне нравятся единственные косичелы, которые я здесь вижу. Это вот такие карманы а-ля... Смотрите, что это такое? В общем, ощущение, что их выворачивает наизнанку. Если воспринимать их как дизайнерскую задумку. А-ля, я такая вот вся естественная растрепа. И у меня всегда карманы выворачивают наружу. То, мне кажется, даже можно как-то это и обыграть. Последняя штучка, которую я заказала для мамы. Это вот такой двусторонний палантинчик. Тауповые вкусные цвета. Напоминающие мне, знаете, варианты с кофе. Кофе с молоком. Какао, что-то такое. В общем, как у нас интерьер. В похожих оттенках. Видите, все такое вкусненькое. Так бы съел. И вот это вот, мне кажется, тоже из этой серии. Что-то меня стало тянуть. Надеюсь, это не приближающая старость. Сегодня день рождения племянника. Это мой. Да, это твой шарик. Ему 5 лет. Точнее, одного из племянников сегодня празднуем. И у нас еще их 2. Я на днях выкладывала, точнее вчера, видео про нашего прораба. Очень много комментариев в стиле Тебя предупреждали. Хватит жаловаться. Теперь расхлебывай молча. Но хочу сказать, что по поводу предупреждали. На самом деле, я исходила из того, что идеальных ремонтов не бывает. Всегда, когда большой фронт работы, можно к чему-то придраться. Тем более, у всех строителей и там чуть-чуть свои методы работы. То, что одному там не нравится, другой, в принципе, успешно доводит до конца. И во-вторых, я рассказываю не для того, чтобы просто поныть. Ну, конечно, не без этого. Такая маленькая личная приятность. В том числе... Чего я так сижу? Короче, я в равновесии особыляю, чтобы не завалиться. Мне хочется... Темочка. Хорошо? Тебя не видно. Тебя не видно. Он сюда снимает. Нет, не надо язык показывать. Все, давай, иди. Ты что делаешь? Ты не воспитанные мальчики так показывают. Ты же воспитанный? Ты же какой у нас воспитанный? Ого-го. Я это рассказываю на задание другим в том числе, потому что мне хочется, чтобы канал какую-то пользу приносил. Если я только буду рассказывать про то, как все идеально, да, это мало кому поможет, потому что все-таки негативный чей-то опыт, причем не просто, когда вы слышите в двух словах, вот, Маша пошла в лес, ей встретился волк, и сожрал ее пирожки, да, ну и ладно, а мне волк не встретится. А другое дело, когда вы смотрите, как Маша пошла в лес и думаете, встретится ли ей волк или нет. В общем, в процессе развития всей ситуации. Мне кажется, гораздо лучше усваиваются уроки. Какой-то экшн-канал добавляет, а не просто он постоянно 12 событий. Музыка 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 Музыка